Сетевыми компаниями Край заинтересовались в Министерстве тарифной политики региона и в антимонопольной службе. Речь идет о тех компаниях, через которые в парикмахерские магазины, а также в крупные предприятия приходит электричество. После запросов краевых депутатов выяснилось, что сетевые компании почти кратно увеличили свои доходные показатели. При этом тариф для предприятий по оценке парламентариев за последние несколько лет вырос от 50 до 70%, что, конечно же, отразилось на конечном потребителе обычных людях. В конечном счете за все это платят обычные люди, вот та же самая бабушка. Если у нее все в порядке с электричеством, это не значит, что для нее не выросли цены на товары и услуги, потому что они выросли для промышленных предприятий, которые все это перекладывают на людей. У некоторых сетевых компаний, которые регулируются и которым прибыль назначает государство, потому что это естественная монополия, почему у них совершенно какие-то невероятные, ну, в сравнении, просто как у инфо-цыгана, извините, вроде Блиновской, доходы в 30-40%. Они платят дивиденды, которые осуществляют сотни миллионов, чуть ли не миллиардами рублей за последние несколько лет. Парламентарии совместно с Министерством тарифной политики уже подготовили и направили запросы в антимонопольную службу Красноярского края с просьбой объяснить необычайно возросшие доходы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА